От футбола переходим к хоккею. В преддверии старта Кубка Мира, что начинается в ближайшую субботу в Торонто, наша сборная провела третий выставочный, то есть товарищеский матч. В соперниках у россиян были те самые легендарно непобедимые кленовые канадцы. Всем, кто не спал этой ночью, посвящается. Это первая встреча сильнейших составов России и Канады со времен ванкуверского кошмара 2010 года. Тогда нас просто разорвали. 3-7. Стыдно, обидно, но это уже история. В Сочи наши пути так и не пересеклись. Мы вылетели до встречи с канадцами. Именно поэтому и этого матча ждали с нетерпением по обе стороны океана. С первых минут канадцы по-хозяйски нагло пошли вперед. Хоть и игра проходила в Питтсбурге, это США. Ну, дом это для Малкина и для, конечно же, Кросби в первую очередь. Наши по традиции пропустили первыми. В Овечкиной кампании мало что получалось в атаке. Ну, а на последнем рубеже, слава богу, вооружившись дьявольской удачей, все тащил кипер Бобровский. Канадцы, поверя в счете, постепенно успокоились. Вплоть до третьего периода команда играли под лозунгом «Ка бы чего не вышло». Не то чтобы от обороны, просто игроки будто бы жалели себя, хотели избежать травм, поэтому не нагнетали обстановку. Отрезками хоккей действительно был размеренным и даже праздным. Оно и понятно, матч это все-таки товарищеский. Ну и в заключительном отрезке дело пошло. Россияне стали все чаще гостить в зоне противника и бросать. После этого результат не заставил себя долго ждать шестой попытки. Александр Овечкин все же реализовал лишнюю. Дальше больше. Панарин с пятачка призвал канадцев просыпаться. 2-1. И они проснулись. Товарес оттоварил. За несколько минут до конца он сравнивает счет. При этом третий отрезок действительно получился лихим. С легкими взаимными атаками, комбинациями и голами. Могли бы еще наколотить. Да вот голкиперы играли просто великолепно. Овертайм стал украшением матча. Жаль, что в нем играют лишь только до первой шайбы. Моментов было много, но победную точку поставил Геоцлав, убежав 1-0 от наших защитников. 3-2. Чудо не получилось, но и плакать пока рано. Играли-то в пол конька для себя, для тренера, для схемы. Игры для болельщиков с полной самодачей начнутся уже в субботу. Первый матч на Кубке мира сборная России проведет 18 сентября против сборной Швеции. А вот и наши соперники шведы. Этой ночью они тоже провели товарищескую игру против сборной Европы. На радость вашингтонским болельщикам заброшенных шайб было много. Сидины компании неожиданно оказались битыми, причем крупно. Кошмарный хоровод у ворот Лунквиста начался с первых же минут встречи. Сборная солянка, созданная на словацком бульоне в виде хары, габорика и с добавлением немецкого перца в виде драйзайтля, наколотила в ворота угрюмых скандинавов целых шесть шайб. Половина из них как раз на счету вышеупомянутого форварда Бундестим. Все, на что хватило шведов в этот вечер, это два точных броска. Но списывать со счетов команду Трейкрунер все же, наверное, не стоит. Итог один. На Кубке мира слабых команд нет и быть не может. Тем интереснее будет турнир для нас, для болельщиков.